Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 19 марта и сейчас я покажу вам, как я пересаживаю рассаду томатов. Это у меня сорт, это сортовой томат, по-моему, это сорт для внучат. Сеяла я 10 марта, 4 семечка было посеяно. Видим, что 3 семечка проросло, уже где-то, наверное, дня 4 или 5, как они проросли. И вот здесь вот одно что-то приотстало, в общем-то. Ну, сейчас мы пересадим. Я подписала стаканчики, буду показывать, какие я вношу удобрения, что вношу. И также хочу сказать, что в этом сезоне я хочу протестировать вот такое вот удобрение Joy. 12 микроэлементов и зола. Видите, она такого серого цвета. В общем-то, это как бы гранулированная зола с добавлением... Вот, видите, зола гранулированная с добавлением микроэлементов. Хочу попробовать. Вообще бездумно золу не нужно вносить в грунт. Я уже неоднократно говорила, но я знаю кислотность своего грунта, поэтому я могу добавить немного золы. Это не помешает. Если вы не знаете, какова у вас кислотность грунта, лучше золу не вносить. А потом уже, когда вы высадите свою рассаду, уже там по мере того, как будет расти и развиваться рассада, уже можно будет понять, стоит добавлять золы или нет. А так, если вы берете покупной грунт и сразу вносите золу, да еще мы же, как знаете, садоводы любим побольше внести, то можно загубить рассаду. Вот я отмаркировала, здесь у меня будет, видите, ава и зола. Здесь два стаканчика без золы. Грунт у меня покупной. Добавляла я, что в грунт? Грунтовую заправку и корневин. На 10 литров грунта я добавила 9 граммов корневина. Корневин я добавляю всегда. Так, вот где у нас подписано зол, мы добавим буквально вот 3 гранулки вот этой золы. Вот видите, 3 гранулки. И я их сейчас утоплю. Утопим мы в грунт. Так, и теперь добавляем ава для овощей. Это удобрение пролонгированного действия. Почему я рекомендую его добавлять? Потому что не нужно будет делать регулярно и проводить подкормки. Здесь вот такой вот голубой порошочек. Этот порошок не растворяется в воде. Конечно, когда вы его нанесете на грунт и затем польете, вам покажется, что он растворился. Цвет он поменяет. Но если вы высыпите эти кристаллики в воду и попробуете, попытаетесь их развести в воде, они не разводятся в воде. Это пролонгированного действия удобрения. И вот такое количество, совсем чуть-чуть. Это у меня 1 грамм ложечка. Ну вот тут где-то третья, может быть даже четвертая часть. Я вот так вот наношу на грунт. Вот сейчас покажу, чтобы видно было. Вот так вот, как бы присолили этот грунт. И сразу поливаю. Вот очень важный момент для начинающих садоводов. Опытные садоводы, конечно, знают. Смачиваем хорошо вот эту часть грунта. Здесь у меня где-то 1 треть стаканчика. Вот видите, даже водичка стоит. Но не пол стаканчика грунта здесь, а 1 треть. То есть набираю вот эту вот спринцовку и выливаю. Вот тут в этом стаканчике, видимо, чуть поменьше грунта стоит водичка. Здесь она, ну вот здесь тоже стоит. Так, что делаем дальше? Дальше мы берем вот эту плошечку, переворачиваем ее вот так. Не нужно ничего пытаться выковыривать. Вот так вот перевернули. И сейчас мы легко можем разделить и даже оставить вот это семечко, которое только-только проклевывается. Сейчас я покажу вам его. Вот, видите, можем оставить этот росточек, если хочется. В принципе, я его все равно выброшу. А это мы просто поделим. Вот легко делится это на кусочки, на такие. Так, и что мы делаем дальше? Мы видим, что если мы сейчас поместим сюда нашу рассаду, она у нас утонет в этом стаканчике. Поэтому сейчас мы добавляем еще одну ложечку грунта. Одну ложечку грунта добавили, больше ничего не поливаем. И помещаем сюда нашу рассаду. Та водичка, которая у нас внизу, она пропитает этот грунт. И нижняя часть у нас будет влажная, куда корешки у нас начнут расти. А верхняя часть, то есть вот это место возле стволика, оно остается сухим. Это очень важный момент. Всегда на это обращайте внимание, чтобы стволик при пересадке у вас оставался сухим. Пусть корневая система обязательно, конечно, должна быть влажная. Она у нас увлажнится за счет того, что мы налили много, в общем-то, воды вот на эту одну третью часть, которую мы вносили, вернее, полили. Вот, и видно уже, наверное, видите, вот я сейчас ложку добавила буквально грунта, и грунт уже сырой. Вот, и все. И сейчас засыпаем вот этим торфом, который у нас, ну, грунтом, который у меня в тазике. А это можно поместить обратно, можно выбросить. Ну, я, конечно, ее не буду выращивать, я ее просто раскрашу. А так вообще вот, видите, семечко тут, корешочек, все, все есть. В принципе, при желании можно оставлять. Так, ну, давайте посмотрим, сейчас мы все это засыплем. Просто засыпаем, придерживаем пальчиком, чтобы не подломить. И затем хорошо похлопываем. Вот так вот. Можно чуть-чуть прижать. Не старайтесь сильно уплотнять грунт для того, чтобы не повредить корневую систему. Ну, и также засыпаем мы, в общем-то, практически до семидольных листиков. Но я знаю, что иногда некоторые садоводы начинающие засыпают прямо вот до точки роста. Этого делать не нужно. Примерно сантиметр стволика до семидольных листиков в любом случае нужно оставить незасыпанными. Иначе вы загубите точку роста, и рассада не будет расти. Вот сейчас здесь мы видим, что грунт еще не увлажнился, но больше воды я не буду добавлять. Как определить, стоит добавлять воды или не стоит? Вот сейчас мы поставим эти стаканчики куда-то на стеллажик, да? И посмотрим завтра утром. Если рассада повяла, можно будет чуть-чуть добавить воды. Еще немного полить, но я вам сейчас покажу, как это нужно будет сделать. А если она нормальная, если она стоит у нас хорошо не повяла, то воды больше добавлять не нужно. Примерно 3-4 дня. Не углубляем, не засаживаем так рассаду, чтобы у нас вот эти листики находились ниже бортика в стаканчик. И не нужно этого делать. Листики должны быть либо в уровень, наравне вот с этим бортиком, либо чуть повыше, как вот в этом случае. Тут вот видно уже, видите, было много воды, я не знаю, видно вам, нет? Видно, что влажно. И корешки устремятся. Корешки, они чувствуют, где влага. И поверьте, они быстро устремляются к этой влаге. Если же мы будем поливать сверху, будем смачивать вот этот стволик, да еще, не дай бог, если мы переулажним, такое тоже бывает, да, случайно. Либо, если грунт немного тяжелый, не совсем легкий, то вот в этом случае может начать развиваться черная ножка. Этого нам не нужно, поэтому не стараемся поливать сверху рассаду. В дальнейшем, конечно, вот пройдет буквально 4 дня, 4-5 может быть дней, то есть, когда уже растение схватится с грунтом, когда начнет корневая система развиваться, конечно, в дальнейшем мы будем поливать уже грунт сверху. Но вот первые хотя бы 4, можно даже 5 дней, все-таки нежелательно увлажнять вот эту верхнюю часть. Если же вы, вот сейчас вечер, у нас 10-й час вечера, завтра утром я увижу, что эта рассада подвяла, то я очень аккуратно, даже не вот этой спринцовкой, а маленькой спринцовкой, где-то вот в одном месте можно сделать углубление, вот так вот, вот так, туда поместить спринцовку, ой, тут у меня, оказывается, вода осталась, вот так, и чуть-чуть добавить воды. Это в том случае, если рассада повянет к утру. Если же она не повяла, ничего добавлять не нужно, никакой воды. То есть, ждем несколько дней, там уже по весу стаканчиков определяем, если стаканчик легкий, поливаем. Вот, я думаю, что все понятно. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем хороших всходов, хорошей крепкой рассады, всем до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok